Приветствую вас! Два основных момента я вижу у вас в тексте. Первый момент это болото, то что вы подразумеваете под болотом, и рутина, я полагаю, что это одно и то же. И второе то, что вы себя сдерживаете, не слушаетесь, не прислушиваетесь к себе и так далее. Давайте посмотрим, по какой причине повседневность и так называемая рутина, о которой вы говорите, не приносит вам удовольствия. Вот по какой причине так происходит? Рассмотрите этот вариант, пожалуйста. Получается, что вы в рутине повседневности не можете получить наслаждения. То есть все как будто вы делаете через силу, все как будто вы делаете для чего-то, все как будто вы зачем-то гонитесь, зачем-то вы стремитесь куда-то. Вот у меня тут вопрос, к чему вы стремитесь? То есть по какой причине не живете здесь и сейчас? То есть повседневность, повседневность и рутина, она проявляет себя тогда с негативной стороны, когда сам человек себя принимать не готов, когда человек сам себя отвергает, когда человек отвергает все, что он делает, когда то, что он делает, лечено от него смысла, не подчинено цели, то есть никакой цели нет для этого, да? И так далее. Когда кроме повседневности, к примеру, больше ничего нет. Когда человек, к примеру, себя не хватит, когда человек, к примеру, себя там не ценит, да? То, что он делает. Вот. Это все очень важные моменты. Поэтому начните, начните именно с этого. Начните именно с этого, с того, чтобы определить по какой причине, а самое главное, с какого момента вы чувствуете, что рутина в повседневности вас затягивает. Это первое. Второе. Вы пишите, я не слушаю себя и сдерживаю вместо того, чтобы развиваться. Понимаете, на самом деле это ваш выбор. Так поступать. То есть когда-то, когда-то вы так решили. Вы решили, что вы будете себя сдерживать. Вы решили, что вы не будете к себе прислушиваться в надежде получить для себя что-то. То есть в первую очередь вам необходимо понять, для чего вам себя сдерживать. Зачем вы себя сдерживаете. Какую выгоду в том числе и вторичную вы получаете. От этого. Дальше. Дальше. Следише. Что хочу сказать. Значит. Как вы относитесь к тому себе? Как вы относитесь к тому себе? Что сдерживает? Очень бы хотелось это узнать. То есть то, что вы сдерживаете, то, что вы сдерживаете внутри себя. Как вы к этому относитесь? Мне кажется это очень важный момент. Скорее всего. Скорее всего. Себя вы стыдитесь. Опять же я в этом не уверен, конечно. Но я думаю, что вы стыдитесь своих чувств, вы стыдитесь своих качеств, которые вы как-то подавляете. Вот. И именно поэтому для вас так важно выявить вот эту вот историю отношения к тому, что является тем, что вы сдерживает. Если вы сдерживаетесь, значит вы наверное считаете, что это достойно того, чтобы сдерживать. А если вы считаете, что это довольно достойно, значит у вас каким-то образом сформировалась эта позиция, если вы считаете, что это достойно того, чтобы вы сдерживали. Значит, вероятно у этого есть основания. Так вот давайте и подумаем на эту тему. Какие у вас есть основания для того, чтобы сдерживать себя. Для чего вы себя сдерживаете. Вот. И так далее. Я полагаю, ответив на эти вопросы и проанализировав в частности свое целеполагание, вы сможете по крайней мере увидеть для себя те моменты, которые вам желательно скорректировать. И скорректировав это сами, либо с помощью психолога, вы сможете уже двигаться дальше. Вы сможете уже по сути добиться того, чего вы хотите. Ну если конечно, если конечно, ваша цель действительно изменить свою жизнь. Потому что я посмотрел на историю ваших вопросов, да, вы много вопросов задаете, но судя по всему с экспертами в личной консультации не работаете. Вот. А к сожалению, на публичных вопросах далеко не уедешь. Вот. То есть вот вы написали, да, этого очень мало, очень мало информации о вас дает то, что вы пишете. И, соответственно, для психолога, да, нужно больше, для психолога нужно больше информации о вас. Вот. Потому что тут, скорее всего, семья имеет место быть, влияние вашей семьи имеет место быть, родительские установки, родительские какие-то предписания. Вот. Все это нужно, ну, очень желательно проанализировать. И отделить, как говорится, зерна от плевел. То есть, отделить то, что вам важно, нужно и полезно, от того, что вам не нужно, от того, что вам не важно, от того, что вам вредно. Вот. Вот. То есть вот сейчас, да, сейчас, на данный момент, вы выполняете одну программу. Вы хотите выполнять другую программу, что, в принципе, логично. Вот. Но для этого нужно определить вот эти вот, знаете, точки, точки пересечения, точки входа. То есть, когда вы начинаете входить в подчиненный режим, вот, подчиненный там, к примеру, к кому-то режим, режим. Вот. Но для этого нужно, конечно, работать. Вот. А тут, тут уже много, многое зависит от вас. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.